Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и у нас сегодня опять ответы на вопросы наших пользователей. И сейчас мы зачитаем, что же нам такого пишут. Ой, что-то у меня там падает. Так, пишет нам Анатолий. Так, скажите... А, мужской комплекс... Это он нам по поводу программы пишет на нашем сайте. Так, скажите, а в этих упражнениях хватит, чтобы убрать небольшой животик и превратить его в пресс? Можно ввести доп. упражнения на пресс, или это уже будет переусердствованием, например, может в неполном объеме? Блин, ну ничего себе! Он тут, короче, целую программу соорудил только на один пресс. У него получается понедельник, первый день, 7 упражнений на пресс, среда 4 упражнения, и пятница тоже 4 упражнения, то есть в разных вариациях. Ну, Анатолий, на мой взгляд, это полная глупость. И дело в том, что я лично вообще пресс не качаю. Вот. Если ты хочешь, чтобы у тебя был красивый рельефный пресс, то есть кубики, да, были, да? Что-то как-то странно говорить наше в последнее время, но да ладно. Так, чтобы у нас были кубики, что нам нужно делать в первую очередь? Это сушка, диета. То есть без диеты вообще ничего не будет. Поэтому вот эти вот все упражнения, которые ты себе там нагромоздил, это абсолютная ерунда. Вот. Если ты еще собрался добавить вот это вот все в свою основную тренировку, или добавить тому комплексу четырехдневному, который у нас уже там есть, то это будет очень сложно для тебя. Вот. И ты будешь очень сильно уставать. Я рекомендую вообще на прессе, внимание, не акцентировать. Если вы его хотите действительно сделать рельефным и красивым, садитесь на диету. Соответственно, попутно еще тренируйтесь. Но, в принципе, я не знаю, один там, одно упражнение или два на пресс можно делать. Вообще, его можно качать каждый день, потому что это очень мощные такие, ну не мощные, выносливые мышцы. Так же, как и икры, тоже их можно каждый день качать. Они очень быстро восстанавливаются, и проблем с этим, в принципе, у них нет. Но, так вот истязать себя я не вижу смысла. Потому что, если у вас, допустим, от природы пресс плоский, то есть нет вот этих вот выпуклостей, то есть неглубокий, да, то он никак таким вот прям с большими кубами он встать не сможет. Я знаю людей, которые вообще сами сохнут прям просто али с капутом, руки все сечется, но пресс у них как доска плоский. Это все генетически обусловленные проблемы, которые исправить невозможно. Если у вас плоский пресс, то он таким и будет. Поэтому, в остальных случаях поможет только диета. Иначе никак. Так, так, следующий у нас человек пишет под ником Кросс. Он у нас спрашивает, здравствуйте, хотел узнать, дает ли креатин силовые изменения в первый же день приема. Я вот сегодня начал пить, но ничего не почувствовал. Да и веса поднимал те же, что и раньше. Ну, во-первых, креатин имеет как бы накопительный эффект. Для того, чтобы он подействовал, должно пройти некоторое время. То есть, чтобы запустились процессы в организме, там все эти метаболические, все дела. И только потом уже ты начнешь получать какие-то результаты по своей мышечной массе, по силовым показателям. Сразу действовать не будет ничто. Сразу говорю. Нет таких препаратов, которые бы тебе в первый же день дали результат. Даже анаболические стероиды на это не способны. Поэтому должно пройти какое-то определенное время, чтобы организм запустил вот этот вот механизм метаболический для наращивания мышечной ткани, для усиления ее. Чтобы у нас сухожилия, они же тоже как бы требуют времени для того, чтобы поднабрать нужную кондицию. На все нужно время. И то же самое касается креатина. Поэтому результаты будут только где-то через недельку появляться какие-нибудь. Так, следующий у нас пишет. Кто у нас там? Так. Владимир пишет. Добрый вечер. Такой вопрос. Жим гантелей, сидя на плечи. Гантелями делаю уже третью неделю. Один раз в неделю это упражнение 8 килограмм. 10-12-12 раз. Три подхода. И на следующие трения также уже третий раз. В чем дело? Не говорю про вес. Просто даже в третьем подходе не могу сделать 13. Почему так? Именно на плечи со всеми упражнениями. А именно махи гантелями вперед и ссорами. Ну, во-первых, блин, не стоит заострять свое внимание на дельтовидных. Потому что это довольно маленькие пучки, мышечные пучки. Вот, что этот микрофон зацепил. Будет видео. Не очень приятные звуки. Вот. Здесь маленькие пучки. Соединения тоже. Они довольно хрупкие, небольшие. Вообще, стоит работать с очень малыми весами на большее количество повторений. Ну, человек как бы с небольшим весом делает, и он не может сделать больше. Ну, скорее всего, у него просто нет достаточного количества мышечной массы. Ну, также он не уточнил то, что он... Так, а ну-ка, три подхода, третью неделю. Я так предполагаю, что он новичок. Владимир, на все нужно время. То есть, не все сразу. Поэтому мышечную выносливость тоже нужно тренировать. И если ты пока не можешь сделать 13 повторений, то если будешь идти вот именно к цели выносливости, то со временем ты сможешь сделать и 13, и больше повторений. Потому что на все необходимо время. А все хотят, блин, результат здесь исчищать. И сейчас они думают, что если пришли в тренажерный зал, насмотрятся всяких там блогеров непонятных. Вот, и, в общем-то, начинают мне здесь писать. Ну, я, конечно, не против то, что мне пишут. Пожалуйста. Так, что там дальше у нас? Нам пишет Александр. Здравствуйте. Можете проконсультировать. Рост там 190, вес 82 килограмма. Не могу набрать мышечную массу. Вообще, тренировки 3 раза в неделю. Посоветуйте, что взять. Я долго не решался пить добавки. Хотел спросить, побочные эффекты имеются? Это он нам здесь пишет на странице с гейнером. Вернее, что лучше, гейнер или протеин? Ну, во-первых, побочек никаких не будет, потому что это обычные пищевые добавки. То есть гейнер – это у нас углеводы. Зачастую простые углеводы. Ну, а протеин, соответственно, мы и так знаем его происхождение. Там, допустим, сывороточный протеин, яичный протеин, да, есть говяжий протеин уже, вот, есть соевый протеин. То есть их делают из вполне обычных продуктов, и ничего такого там нет. Поэтому не стоит вообще вот так вот относиться. Здесь тоже, я так понимаю, что человек начитался в интернете всякой гадости, потому что некоторые пишут, что протеин там еще досыпают всякой химией ужасно, и вообще могут быть побочные эффекты от него. Я вообще не понимаю, с чего они это взяли. И зачастую люди пишут страшилки специально, то есть потому что они такие злобные, мерзкие, нехорошие люди. Вот, и они это понимают, то есть зачем они это делают. И я, если честно, таких людей как бы, ну, недолюблю. Вот, и не я один такой, и вы тоже, я думаю, об этом думаете. С такими людьми, как вести диалог, ну, как по мне, в принципе, они, блин, вредители, вот, понимаете, засоряют людям головы, вот, и они потом начинают всего бояться. Небо там упадет на них, еще что-нибудь, вот, и как бы, ну, не знаю, это уже не мне решать, потому что цензура в интернете, как бы, да, это уже слишком жестко, наверное, будет. Ну, они есть, и хрен с ними. Главное, что мы есть, и мы можем ответить людям на их вопросы. В общем-то, ни геймер, ни протеин, никаких побочных эффектов вам не дадут, даже если вы будете жрать их килограммные в день. Вот, единственное, что вы можете получить, это расстройство ЖКТ, потому что очень много пищи, соответственно, секреции, допустим, пищеварительных ферментов не хватает, и начинаются, в общем-то, проблемы. Для того, чтобы проблем с секрецией не было, вернее, не с секрецией, а с ЖКТ, с расстройством его, нужно принимать ферменты еще извне, допустим, тот же панкреатин, чтобы помогать поджелудочно, потому что если вы делать этого не будете, при большом количестве калорий будут проходить неприятные вещи. Бурление в животе, газы, в общем, и так далее. Поэтому обязательно нужно помогать. И обязательно фильтруйте информацию, которую вы получаете. То есть не нужно читать всяких фантастических идиотов, которые пишут какие-то статьи непонятные. Тут как бы все дело практики. Обязательно заходите. Сейчас куча спортивных форумов нормальных. Тот же, допустим, доча, твой тренер. У меня на сайте тоже можно пообщаться. Это довольно популярные ресурсы, где можно пообщаться с людьми, где именно простые пользователи сидят и обмениваются своим опытом. И не стоит заходить на всякие сомнительные сайты, где начинают рассказывать всякие вот такие вот вещи о том, что пищевые добавки – это вредно, от них могут быть какие-то побочные эффекты. Начинают предсказания какие-то там делать ванги о том, что протеин убьет весь мир и так далее. В общем, бред сивой кобылы, и не стоит на это вообще обращать внимание. Поэтому будьте бдительны и не позволяйте вести себя в заблуждение. Вот такое вот у нас сегодня видео было. Так что всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем видео, обязательно делимся в соцсетях. Мне это очень полезно будет, а вам не сложно. Так что всем спасибо. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok